Музыка Этот город невозможно представить себе помимо стекла. Вся его история, да и факт самого возникновения напрямую связан со стекольным производством. Дело в том, что в конце 19 века возле основанных в Лицском повете Виленской губернии гут, а гутами на Беларуси всегда называли стекольные мастерские, возник знаменитейший завод Неман. Итак, Лицкий район, город Березовка. Первая гута открылась в 1875 году на территории хутора Барки. А в 1883 году начала работать гута в урочище Березовка. 19 сентября 1883 года местный помещик Зенон Ленский обратился в Лицское управление повета за разрешением возвести на лесной даче заенчисы стекольный завод. Но в заенчисах построить ему не разрешили, отведя под строительство территорию в лесу у старой гуты. В 1891 году завод Ленского арендовали Вильгельм Краевский и Юлиус Столе. Спустя некоторое время эти мастера построили собственный завод. Именно с этого момента и начинается история знаменитого завода Неман. Вместе с ним расцвел и город Березовка. Вот это вот историческая застройка города, можно сказать так, потому что именно отсюда начиналась сам город, именно вот цивильная часть города, потому что завод стоит там, а уже работники завода расселялись вот здесь, вот в этих вот домиках. Сегодня Березовка – это, конечно, прежде всего город хрустальной сказки, но и просто на улицах есть на что посмотреть. Например, вот этот костел. Здесь в то время стоял костел с послания Святого Духа, деревянный костел, который был освящен в 1932 году, строился на протяжении 8 лет, но в 1954 году он был разобран. Даже не сгорел, именно разобран. И что самое интересное, из бревен этого костела построены здания для проживания работников стеклозавода, и некоторые здания стоят в той части города. То есть люди живут в костеле. Красивым архитектурным сооружением в городе является и церковь Жировической иконы Божьей Матери, построена в 1994 году. Любопытный факт – церковь построена на месте бывшего здания автовокзала. Вот эта улица теперь называется улица Советская, а до 1939 года эта улица называлась улица Прага. Прага? Прага. Почему? Почему Прага? Потому что известно, что Юлиус Столь сам по национальности чех, и, видимо, ностальгируя о своем чешской жизни прошлой, он решил эту улицу назвать Прага. Прага – луговая, лесная, садовая, сосновая, цветочная. Список улиц Березовки можно перечислять бесконечно. Согласитесь, красивое название. Хотя есть, конечно, и улицы Неманская и Заводская. Когда-то здесь был так называемый Старый дворик, в котором жил один из руководителей предприятий, стихо-завод Неман, это Юлиус Столь. Здесь он жил с своей женой, сыновьями, позже сыновья переселились туда, там построили свои, построили свои домики. А это Белый дворик. Сегодня детская школа искусств, а раньше здесь жил старший сын Юлиуса Столя Бронислав. Отметим лишь, что сказочный домик был построен в 1905 году. В ближайших наш город, со стороны Лиды, именно это здание встречает своим видом. Итак, что это такое? Это, теперь это многофункциональное здание. Здесь находится и отделение связи, и банк, и связь. А в свое время здесь находилась городская администрация. А, ну то есть это и есть место, откуда все и начиналось. Да. Отлично. Ну что, есть повод познакомиться с самым знаменитым здесь, что в местах завода Неман. Вот вы говорите, Голландия, Голландия, там все на велосипедах, там экологический транспорт. Пожалуйста, в Березовке на работу люди ездят только на велосипедах. Заглянем в святая святых завода. Сотрудники цеха, как муравьи работают, как говорится, в горячих условиях. У каждого свой участок работы. Вы когда-нибудь видели, как создаются шедевры? Мы предоставляем вам такую возможность. Удивимся вместе. Продукция завода пользуется большой популярностью. Всего на заводе трудится 2300 человек. Это удивительный городок хрустальных мастеров. Волшебство начинается у стекловаренной печи. Из расслабленной стекломассы рабочий выдувальщик на трубочку ручным способом начинает производить изделие. Сразу же, как только родилось стекловарение, этот процесс продолжается до сих пор. В принципе, ничего не изменилось. На нашем предприятии в основном это ручной труд. Сейчас немножко предприятие модернизируется. Есть у нас уже механическое производство, где уже пресс не человек делает изделие, а пресс. Машина. Но изделие ручной выработки, оно изящное. Оно со своим каким-то особенным вкусом, блеском. То есть, каждый человек вкладывает в его душу. И получается изделие живое. Ну как-то вот так. Именно с этого все и начинается. Мы обратили внимание, что на производстве очень много молодых людей. Так вот, на заводе Неман пошли своим оригинальным путем. Профессиональные кадры куются прямо здесь, на заводе. Завод не стоит на месте. Он постоянно растет и развивается. Строится новый цех по производству стекловатая. В Лиде мы встретили, пожалуй, самую высокую трубу, которую видели за последнее время. В ней почти 120 метров. Березовки пошли своим путем. Не высотой, а количеством. Приехать на завод Неман и не побывать вот здесь, это все равно, что приехать в Париж и не побывать в Лувре. Это выставочный зал. Здесь есть образцы достаточно простые и уникальные, существующие в единственном числе. Глаз останавливается прежде всего на разнообразии. Ни одного изделия не повторяется дважды. Начиная от животных, религиозные темы, очень интересные вазы. А вот это, что называется, самый вкусный уголок даже не выставочного зала, а своеобразного музея стекла. Все экспонаты эксклюзивные, авторские. Будь то награда, будь то совершенно удивительная тортица. Вот уже 130 лет стеклозавод Неман радует нас своей продукцией. Знавал он в разные времена. Были взлеты, были падения, но всегда он был, есть и будет флагманом нашего отечественного стеклопроизводства. Завершая путешествие по Литчине, мы отправляемся в музей моряков. Подумай только, сухопутный город может похвастаться таким интересным объектом. Начинался у нас из того, что наш руководитель, координатор Владимир Владимирович Каспирович смог у себя выделить у него частный дом, помещение и собрал небольшую такую коллекцию, в основном из своих, так сказать, экспонатов. И вот с этого у нас музей начался. Идея, вернее, возникла, самого музея побольше. Здесь экспозиция представляет нашу форму одежды военно-борского флота, бывшего теперь мы будем его называть, Союза. Она заслуженно считалась самой красивой формой в мире. Ну, и она еще почему, допустим, вот она нас привлекает? Она не только красива, она функционально отработана. Вот эти легендарные клеши-брюки, они же не просто там, как пижонство. Это они родились тем, что когда вот моряк упал за борт, допустим, такие брюки будешь снимать до тех пор, пока они тебя на доне утащат. А это у нас множество вопросов. Это гидрокостюм. Вот на цветном вот он на фотографии. Вы показали, это наряжается подводник, когда он выходит... Через торпедный аппарат. Через торпедный аппарат. Вот аппарат 533 миллиметра, вот надо в него залезть. Где-то по нему, заполненному водой, проползти метров 12. Ну, в общем, известно, что обычный человек, ну, как может шнурки завязать? Одним способом, девочка, вторым способом бантики. Но говорят, что на флоте существует более 20 способов завязать узел. Правда ли это? Чуток поправлю. Более 200 способов. Причем эти узлы разделяются на западноевропейские, мы так считаем, и на наши российские, русские узлы. Вот здесь у нас представлены эти узлы, это западноевропейские. И, к слову сказать, вот вроде бы это архаика, уже все там, значит, узлы. Вот флажковая семафорная, цветовая, азбука, морзи. Но это все используется до сих пор в море, да, она находит применение. Потрясающе. В музее всегда рады гостям. Экспонаты действительно интересны. Приезжайте и убедитесь. Значит, этот музей мы делали не для себя. Мы делали его по нескольким причинам. Первая причина – это для того, чтобы в Туне не пропала историческая составляющая нашего района по военно-морским морякам. Вторая причина – ну, мы рассуждаем так, все-таки флот, море, оно всегда связано с романтикой. Поэтому мы всю свою работу направляем именно на молодежь. Наша задача – зародить у ребят, у юношей, значит, там, у девушек, немножко, хоть чуть-чуть дух романтики. Станет он романтиком, это не важно потом, кем он будет, композитор, токарь, но он никогда уже, мы считаем, на какую-то подвес не пойдет. Ну, в воду романтики не всегда. Идейный вдохновитель музея моряков Владимир Каспирович уже ждет нас в гости. Впереди знакомство с маленьким домиком, где все начиналось. Владимир Владимирович, ну правда, что вот в этих стенах и начинался знаменитый музей моряков Летчина? Да, это начало нашего музея. Вот прямо здесь? Прямо здесь, с этого здания, с этого помещения, с этого сарайчика, можно сказать так. А как вообще возникла идея? Она шла в голову? Ну, идея возникла давно. Во-первых, каждый моряк, дембелизуясь, он что-то привозит с собой родное, такое заветное. И на стеночку повесит, или еще куда-то положит. Ну, а тут собралось много чего хорошего такого на стеночке, и пришлось делать такой вот маленький сарайчик. Уже не просто это валялось, как ненужный хлам. Да, там уже стабильность такая. Да, экспозиция такая. Давайте посмотрим. Ага, мы говорим не штурм, а шторма. Так, вот с этого все и начиналось. Айвазовский подлинник, девятый вал. Потрясающе. Ну, начало все по крупицам собираться потихоньку. И вот это здание не случайно я придумал, захотелось такое сделать. Все сделано под мини-подводную лодку. А, хотел сказать, что... Под корабль. Под корабль. Под корабль. Под корабль. Да, посмотрите. Шпанговуты, здесь все тоже шпанговуты находятся для укрепления корпуса, типа штурвал. Здесь все, все это морское. В этом помещении был герой России Зайцев, приезжал товарищи, моряки-подводники, командиры подводных лодок были здесь присутствовали. Ну, всем понравилось, в принципе. Ну, это наше начало. Это начало наше. Ну, для души здесь осталась на бескозырка моя личная. Ага. Бескозырочка. И земля с Камчатки. Вот Камчатская земля. Петропавловск-Камчатский. Вот это... Это же самое близкое. Что-то, сто километров, сто тысяч километров. Да, Петропавловск-Камчатский. Значит, бескозырочка. Цикокеанский флот. Ну, вот такие самые-самые. Гвардейский флаг с подводной лодкой. Это все как бы настоящее. Это настоящий флаг, все настоящее. Спасибо, что есть такой музей. Вам спасибо, что пришло это в голову. Еще один аргумент за то, чтобы приехать в Лиду, познакомиться с Владимиром Владимировичем и посетить такой уникальный музей. Центр ремесел в Лиде – настоящая кузница юных мастеров. Прежде чем отправиться во Своясе, заглянем к ним в гости и познакомимся с интересными работами учащихся. Елена Валентиновна, скажите, пожалуйста, вот ваш, раньше это называлось, наверное, Дом культуры, а сейчас это Центр народного творчества, традиционных ремесел. Почему? Я уточню немножко, сказав о том, что это название этого учреждения – Центр ремесел традиционной культуры. Так. 2010 год. Боженки. Да. Идея нашего коллектива в том, чтобы объединить традиционные праздники, обрядовые действия и ремесла. То бишь то, что можно делать, мастерить руками, традиционно у нас мастерилась в Беларуси. Большое количество гостей и жителей города с удовольствием смотрят батлейку и изучают обычаи традиционной культуры в Центре. И, конечно, изучают ремесла. Это зал, экспозиционный зал, где мы представляем традиционные ремесла. Все то, что мы собрали в экспедициях, здесь представлены ремесла литских, тех людей, которые жили на нашей земле. Вот. Также здесь представлены работы теперь мастера, которые у меня выполняют. Это является нашим фондом. То есть это сразу и фонд, и мастерская, и музей, можно сказать. Абсолютно правильно. Потому что здесь, на этой территории, работает ткач. Ну, то есть у нас есть мастер, который занимается ткачеством. Вот у нее есть кросно на хате, еще есть, как бы сказать, рабочая кросно здесь, на этой территории, где можно реально научиться понаблюдать. Первое, потом научиться, и этот мастер изготавливает изделия, полотна, из которых составляет наша коллекция. Чем вы здесь занимаетесь? Вот вы конкретно. Мы на протяжении всего года показываем и рассказываем нашим посетителям о белорусском народном календаре. О, это календарь. Это календарь, да. Здесь показан спектр осенних праздников, которые праздновали наши люди. Это жнево, зажинки, три спаса. Яблочный спас, медовый и хлебный спас. Дальше идет зельно. Это успение Пресвятой Богородицы. Дальше идет богач. Рождество Пресвятой Богородицы. В народной традиции богач. Воздвижение креста Господня, уздвижение по-белорусскому. Ну и дальше покровы, дяды. Вот это колесо символизирует праздники. На нем отражены основные атрибуты, символы, которые тем или иным способом участвуют в обрядах. Удивились мы в центре и вот таким чудным работам мастера по керамике Владимира Чернова. Вот скажите, пожалуйста, а вот самое любимое ваше занятие, вот что вы, ну кроме сапог, сапогов, не знаю, как правильно, что вы любите делать? Ну, все, в принципе, что из пластов делается. То есть вот здесь мы видим как бы старый замок. Да. Мы видим какие-то вещи. Мне кажется, что вот есть вот такую штуку, посадитель, вот такую. Это ваша работа? Посадить на магнитик, будет чудесно, как говорят. Знаете, такая же, любимый, привези холодильник, а то не на что магнитики вешать, да? Вот такой вот чудный. Ну что, удачи вам. И познакомились с мастерами по декоративно-прикладному искусству и соломоплетению. Мы занимаемся кружковой работой, к нам приходят посетители, могут создать свои работы, сувениры. Ну, это очень как бы трудоемко, но учатся, да. И самое главное, что все-таки солома – это исконно белорусский материал. Да, это белорусский материал, да. Больше всего было и в России, и в Украине, но больше всего солома – это Беларусь. В нашем центре ремесел мы занимаемся реконструкцией традиционной одежды, традиционного даже новогрудского строя непосредственно, то есть строя панямоння. И наши мастера умеют ткать. У нас есть два мастера. Один молодой человек, он непосредственно от своей бабушки научился этому старинному ремеслу. Это уже видно. Да, и научил одну нашу мастерицу, также молодую девушку. И это и есть вот это вот перенятие вот этих старинных ремесел непосредственно. И у нас уже несколько соткано полностью традиционных белорусских строев, новогрудское, лидское строя, вот реконструкции. И вот непосредственно один из них, вы сейчас можете увидеть на этом манекене, объединяет то, что на мне и то, что на этом костюме, это вот непосредственно это старинное ткачество. Словом можно долго рассматривать работы мастеров и юных умельцев центра. Будь то театр, песни, танцы, соломоплетение, ткачество или, скажем, вот такой импровизированный показ моды для зрителей программы «Всё путём». Именно здесь нам и хотелось бы попрощаться с городом Берёзовка, заводом Неман и удивительными людьми, живущими и работающими здесь. Возможно, море на юге потеплее и облака покучерявее, но поверьте, сколько ещё замечательных, а самое главное, неизведанных мест на нашей собственной, родной земле. И стоит только подняться с дивана, и ответ на вопрос, куда бы поехать в следующий раз, станет для вас восхитительно простым. Всё путём. Увидимся.